Валентина Черешкова, я не удержался, может быть, из мелкой мстительности по отношению к ней, человеку, который был когда-то таким положительным суперперсонажем российской истории, а сейчас, конечно, стал, безусловно, отрицательным. Она несколько лет назад в Ярославской области открывала мост. Ну, то есть у нас в нашей стране каждая такая фигня вроде типа моста обставляется с максимальной помпой. Открыли мост, капитальный мост через речку. Валентина Черешкова приехала и открывала. Спасибо большое партии правительству. Давайте посмотрим видео с открытия этого моста. Такой мост нам построили. Ход не дорадуется только через него. Никак было раньше. Один сломает, другой строит. А этот уже вечный будет. Чтобы не опоздать встретить гостей, как и положено хлебом с солью, люди собрались за полчаса до назначенного времени. На открытие моста в поселок Борисоглебский приехала первая женщина-космонавт. Депутат Государственной Думы России Валентина Терешкова и губернатор области Сергей Ястребов. Настоятельная просьба жителей. Если он не нравится, мы его возьмем, другое место перенесем. Ходи, да радуйся, говорят местные жители. А Валентина Терешкова шутит, что ну мы перенесем мост в другое место. Типа скажите нам спасибо, потому что мы такие прекрасные. Я и губернатор подарили вам мост, поставили. Цените это, пожалуйста. Смотрим репортаж телевидения. Вот то, что вы сейчас видели, это был первый канал. Все остальное же по первому каналу не покажут. Показывают только по местным новостям и выглядит это вот так. В середине пешеходного моста в поселке Борисоглебске буквально сложилось пополам. От сильного ветра оборвалась металлическая конструкция, удерживающая переправу на везу. Благо людей на сооружении в момент обрушения не было. Однако теперь, чтобы добраться на противоположный берег, местным приходится делать немалый круг. Отмечу, Борисоглебский пешеходный мост был сдан в конце 2015 года. Его возвели на месте старого. Капитальный мост «Ходи, дорадуйся», «Ходи, дорадуйся» и сложился на две части, потому что, ну вот потому что украли на мосту, очевидно, там половину его стоимости. Все сломалось, сложилось, но это уже по телевизору не покажет. Это, конечно, вроде частность, но отличная метафора всего происходящего. При этом на первом канале выступает вот эта Елена Малышева, главный врач страны. И все бабульки сидят перед телевизором и верят каждому ее слову. И она рассказывает, коронавирус – это чудо чудное. Классно, вообще нам повезло, потому что это ерунда. Детки не умирают, только старенькие. Ну так классно, ведь вообще же могли все умирать. Чудо чудное. Смотрим Елену Малышеву. Слушай, говорили, что ничего страшного. Почему сейчас так? Я вот каждый раз объясняю. Я и сейчас считаю, что этот вирус – это чудо чудесное. Это чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70, 80, 90 лет. Спросите у любого врача, это именно… Что мы хотим тогда от людей? А вот свеженькие высказывания путинской шлюхи Познера вызовут достаточно осуждений. Я уже рассказывал, как Познер поддержал повышение пенсионного возраста, проявил себя, так сказать, в очередной раз. И вот опять. В интернете и в целом ряде наших средств массовой информации, а в том числе СМИ не наших, очень часто выступают противники президента Путина и нынешней власти. Но что меня поражает? Вот зачастую в этих выступлениях звучит плохо скрываемое, а то и откровенно злорадное выражение по поводу количества заболевших. Покажи хоть один пример, лысая мразь, кто злорадствует над количеством заболевших, над количеством умерших. Покажи эти СМИ, покажи публикации, назови авторов. Ты же полностью сучился, казалось бы, тебе на старости лет уже почивать на лаврах заслуженного журналиста. Нет, ты лезешь своим престарелым языком в задницу пляшивому по-прежнему. И посыл просто невероятный. Количество умерших. И вот я думаю, может быть, на время пандемии, на время, когда страна вообще довольно напряжена. А страна напряжена не из-за коронавируса. Страна напряжена потому, что денег у людей нет, продуктов. Потому что людей на работу не выпускают, отправляют в неоплачиваемые отпуска. Когда напряжены люди, многие растеряны. Может быть, на это время стоит отложить свои претензии и обвинения. Может быть, стоит направить свои усилия, свою энергию, свой ум на то, чтобы поддержать надежду. То есть, он говорит, не надо критиковать, оставьте свои претензии к Путину. Нет, как раз сейчас именно то время, чтобы требовать от Путина. Сейчас именно то время, чтобы надеть медицинскую маску и потребовать от Первого канала, от ВГТРК, от НТВ, правдивого освещения событий. И ты, Познер, старая мразь, которая организовала себе невероятную информационную могилу. И ведь есть еще идиоты, которые считают себя сколько-нибудь оппозиционным человеком. Нет, ты обычный путинский халуй. А уж потом, когда пандемия схлынет, вернуться к своим баранам. Ага, вернуться к своим баранам это называется. Критика властей, высказывание претензий к действующей власти, это к своим баранам вернуться. Я вижу здесь только одного барана. Он лысый, носит очки и корячит из себя интеллектуала. Хотя на самом деле обычная гнида.